Про жителей 20 городских улиц просто забыли. Участки не чистят от снега. Прокуратуре пришлось напоминать администрации про их обязанности через суд. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове больше 20 улиц не были включены в титульный список на уборку от снега. Участки в основном находятся в пригородной части. На недочет администрации прокуратура указывала еще в январе этого года. Никаких мер принято не было. Ведомство обратилось в суд с иском о бездействии властей. Вынес решение дополнить список. Срок исполнения – один месяц. В области составили черный и белый рейтинги перевозчиков. Больше всего выбросов нашли у кировских предприятий. Самые экологически чистые автобусы ездят по Слободскому. Во время проверки автобусы с превышениями снимали с маршрутов, ремонтировали. В некоторых случаях даже списывали или ставили на капитальный ремонт. Администрациям городов порекомендовали пересмотреть договорные отношения с перевозчиками, которые попали в черный список. Ефаркина могут снова задержать. Такое предположение высказал кировский юрист Ян Чеботарев. Он считает, что возврат дела в прокуратуру не означает прекращение дела. Когда дело вернется следствию, оно будет вполне свободно в избрании любой меры пресечения. Напомним, областной суд отменил вынесенный обвинительный приговор из-за ошибок следствия. Леонид Ефаркин был приговорен к шести годам лишения свободы. Активисты решили возобновить проект «30 скверов». Он успешно работал в 2016 году. Тогда активисты, представители общественной палаты и администрации города разбили несколько скверов в городе. Идею хотят возродить. Зимой обследуют 140 участков, соберут заявки и идеи кировчан. Основная работа по созданию зеленых зон пройдет весной и летом.